Всем привет, мои дорогие! Сегодня у меня пришла очередная посылочка, но перед посылочкой хотел бы затронуть небольшую такую тему. Я думаю большинство из вас в курсе тех разборок, которые сейчас происходят у Немаги с банком Тинькофф, конечно беспредел полный. Я в принципе на стороне парней, потому что знаю я их не понаслышке, давно общаюсь с Мишей как правило, сейчас с Лешей в принципе не общался, покупал у них даже курс по продвижению канала, для посылок это в принципе хорошей роли не сыграло, но зато у меня сейчас есть некоторые каналы несколько, которые в принципе очень хорошо мне приносят деньги, и это благодаря тоже тому, что я с ними пообщался, они зарядили очень положительной энергией. С Тинькоффом у меня тоже было в свое время небольшие приколы, я как бы очень противник, большой противник таких вот кредитных организаций, да, у меня есть пару кредитов в госбанках, да, вот те же самые фермы, но Тинькоффу я никогда бы не дал бы шанс бы оформить себя. Был один момент, когда у меня было все плохо с деньгами, на работе не платили зарплату, я хотел ее оформить, эту карточку, но слава богу, отшептал и все прошло, но потом мне, то есть я форму не отправил, почти не запомнил, но мне потом посыпались от них письма счастья с этими карточками, что все оформил, все давайте, получайте. Я помню тогда прикол такой, пришел на работу, распечатал, что это скинул в инстаграм, написал, типа, что это за говно мне прислали, и мне какие-то там специалисты в инстаграм от Тинькоффа начали писать, типа, почему вы так, такого мнения, тролливали, мне было конечно жутко неудобно, но вот сейчас в такой ситуации мне бы не было неудобно, я бы сразу послал бы их на три буквы. Ну ладно, вот такое дело, удачи им, я надеюсь, что они победят, выиграют и выйдут более-менее сухими из этой ситуации. Ладно, мне пришла посылочка, вот такая посылочка, это пришел мне USB зарядка, пришла от Blitz, Blitz Wolf, кажется, вот так называется. Я сейчас сыну, вот видите, у меня вот здесь вот стоит рюкзак, это мой ребенок, старший Макс, уже первоклассник, ходит в школу, я ему купил телефон, естественно, сенсорный, недорогой, ZTE Z-Blade, кажется, так вот, 110-й, не очень дорогой телефончик, но стал вопрос о зарядке, потому что он каждый день его заряжает, я хотя бы там обрезал всякие функции, если кто-то хочет узнать, как обрезать у ребенка смартфон, чтобы он только пользовался телефоном, определенными функциями, не мог поставить игры, или стояли только те игры, в которые вы ему разрешаете играть, и все, это очень просто, кстати, я, блин, когда все это разобрался, вообще все, все очень просто, и вот, нужно ему теперь заряжать свой телефон, блин, вот мой ребенок сейчас на телефоне зависает, не знаю, рекламирует, не рекламирует канал, смотрит Майнкрафтера Нубика какого-то, пипец, конечно, полный пипец, ладно, вот такая вот посылочка, коробочка, это зарядочка Blitzvoiv, модель BV-S9, я ее заказал себе, потому что, блин, не взял я ножик, вот беда, ага, нашел, потому что встал вопрос о зарядке, Макс притащил себе в комнату нашу зарядку, да и она уже, видать, поизносилась, походу там что-то подсело, не знаю, кондеры там или что, и очень долго начал заряжаться, плюс я, ой, надеюсь, этот, да, плюс я заказал хорошие кабеля, не помню, выкладывал я видео, не выкладывал, если не выкладывал, я обязательно сегодня посмотрю и выложу это видео, заказал хорошие, нашел хорошего производителя кабелей, заказал USB 3.0 кабель, потому что вот у меня там проблема была, и несколько штук заказал вот таких вот зарядочных кабелей, они полностью выдают до 2 ампер, Ugreen называется, магазин и фирма, производитель, вообще отличные, отличные кабеля, видео сделаю обязательно, такс, открываем, здесь у нас вот такая вот зарядочка, почему-то я считал, что она у нас будет сразу с интегрированным кабелем QC 3.0, якобы обещают, и вот, кстати, кабель достаточно хороший, достаточно плотный, потому что вот если вы покупаете жиденький кабелек, вот у меня были зеленые, вот сейчас покажу, вот такой вот кабель, вот он, ну, говно к говном, извините меня, пожалуйста, очень медленно, да, заряжает, очень медленно, блин, очень медленно, и при этом вот, видно, переломился, и все, перестал работать, вот такая вот беда, так что, вот такой вот хороший, толстый кабель, это, это нужно, такс, что у нас здесь, бумажка от Blitzwolf, юзер мануал, что, блин, конечно, тут юзер мануале, ну, давайте-ка посмотрим, такс, модель BVS9, USB порт QC 3.0 порт, мощность 15 ватт максимальная, и выдает в 5 вольтах 3 ампера, в 9 вольтах 2 ампера, и в 12 вольтах, 1,5 ампера, интересно, видно, он просто понимает, наверное, что ему нужно выдавать, да, да, вот здесь вот все, не знаю, видно будет, не видно, вот так вот, наверное, будет видно, все вот это расписано, видать, тут мозги, которые соображают и позволяют выбирать напругу, которая нужна, так, больше здесь ничего не написано, к сожалению, я отдал свой кабелек с зарядкой, с тестером, точнее, зарядных устройств, знакомому своему, и не успел я, прикольно, спасибо вам, что выбрали битвольф, да, не за что, но мы небольшой тестик тут все-таки замутим, такс, 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 как мы это сделали, сейчас что-нибудь придумаем, да, не смог я все-таки выложить это видео, потому что оно было, ну, я не знаю, я вырежу там, вы много чего не узнаете, лучше не надо, потому что у меня всего лишь не было вот этого тестера, а тестировать вот это вот чудо-зарядку от Блицвольф, напомню, модель BW-S9, вообще, прям, одно удовольствие, одно удовольствие, почему, у меня есть пауэрбанк, да, кстати, скорее всего, опять у меня будут проблемы с видео, с этой камерой Xiaomi, я думаю, что это предпоследнее или последнее видео, которое я снимаю с помощью нее, все, нафиг, есть у меня, что, у меня есть вот такой вот зарядник, это Орико, 4-портовый, у него здесь 2 ампера, есть 5 вольт и 1 ампер, 2 порта на 1 ампер, 2 порта на 2 ампера, я им заряжаю пауэрбанк от Xiaomi на 20000 мАч, к сожалению, у меня сейчас его нет с собой, он у меня лежит в машине, и заряжал я, как правило, перед поездками, куда-то я лечу, на самолете, беру с собой этот пауэрбанк, заряжаю его в течение около двух суток, да, двое суток на 2 амперах, это мне было очень неудобно, ну, ну, полторы суток, вот так вот где-то, ну, не больше, ой, не меньше это 100%, потому что, ну, это очень ярко запоминается, когда ты за двое суток собираешься на самолет, и ты ставишь зарядку, чтобы его зарядить, потому что, не дай бог, он не дозоряется, ты в самолете не посмотришь любимое видео, не послушаешь музыку в аэропорту, детей, дети не посмотрят мультики, и начинается, как говорится. Итак, полторы-двое суток, когда я подключил, чисто ради прикола, вот к этой вот зарядочке, когда мы поехали в какой-то, в Новосибирск, кажется, я был просто, был поражен, это ничего не сказать, я просто прифигдел от того, что эта зарядка зарядила Powerbank 20 тысячный амперный, ну, 20 тысяч миллиампер часов, зарядила за 4-5 часов, это было просто вообще песня, ну, ребята, просто песня, зарядка грелась, Powerbank тоже грелся, так что, как-то вот оно вот так вот происходило. Вот, что же, мы сейчас посмотрим, как заряжается мой телефончик, это, напомню, Xiaomi, ой, господи, Xiaomi, да-да-да, Xiaomi, вон там лежит уже в разборе, Samsung S8 64 гигабайтный, давайте-ка свернем и посмотрим, здесь у нас, как видите, 24%, так, ради прикола, а, что мы ради прикола, давайте-ка подключим мы вот сюда, вот этот кабелек, вот сюда, и, блин, и, 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 так, сейчас 5 сек, ах ты, вот здесь 5 сек, вот здесь, и, вот так вот, подключаем мы сначала вот сюда, смотрим, включилась у нас, блин, видно, не видно, так, давайте-ка вот это все мы скинем сейчас здесь настройки, да, извините, не, не, вообще не подготовился вот к этому, в плане того, что, можно видеть, здесь сейчас все по нулям, 5 ампер показывает, 5 вольт точнее, и подключаем мы к телефону, зарядка телефона fast charge, до полной зарядки 1 час 29 минут, и смотрим, 9 вольт, 9 вольт, ребята, сейчас заряжает, вот эта вот зарядка выдает 9 вольт, 1,15 ампер, о, полтора ампера, 1,37, полтора, и вот так вот все скачет, я думаю, что вам все прекрасно видно, 9 вольт, и давайте-ка ради бы интереса мы подключим сейчас вот корику сюда, берем кабелек, там где он, сюда, 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 что нас пишет телефон, зарядится 1 час 28 минут, 5 ампер, 97, ой, 5 вольт, 0,97 ампера, даже 2 ампер уже не выдает, видать просто уже устал, ну ладно, мы не будем его больше мучить, я принял решение, о, как видите, уже дети постарались, я принял решение, что я лучше куплю несколько вот таких вот зарядочек, возможно, blitzwolf, возможно, каких-то еще, напомню, здесь он может у нас выдавать 9 вольт до 2 ампер, 12 вольт, полтора ампера, и 5 вольт до 3 ампер, то есть это достаточно умная вот такая маленькая миниатюрная зарядка, которая может прям, ребята, она может реально, давайте-ка еще раз, ос 3.0, здесь у нас 5 вольт, 5 вольт, 9 вольт, и погнали, и погнали наши городских, замечательно, погнали, до полной зарядки 1 час 18 минут, то есть как-то короче вот так, ребята, ну что, классная зарядка, вообще рекомендую, потому что стоит за зарядку иногда переплатить, я вот эту зарядку тоже купил, мне кажется, с dx магазина, в свое время достаточно дорого, меня дико раздражало здесь вот синенький, вот заклеенный синенький индикатор, он горел, знаете, на всю комнату, но я так понимаю, что время пришло, возможно, он там что-то где-то уже подсело, ну не может, не может зарядка, а здесь 9 вольт без проблем, так что покупайте качественные зарядки для зарядки качественных телефонов, а с вами был Сергей, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, ребята, пока!